Утренняя молитва сегодня в нашей Киевской архиепископии. Аллилуйя! Сегодня 5 августа, 18-й год. Слава Богу! Аллилуйя! Приветствую всех, братья и сестры! Хвалите Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его! Аллилуйя! Аллилуйя! Приветствую всех, кто подключается сейчас. В этот утренний час, 6 утра, я включаюсь на утреннюю молитву. Прямо в прямой трансляции такой. Слава Богу! И сегодня обозначил я место из Писания, и хочу прочесть его в самом начале этой молитвы нашей. Аллилуйя! Да, хочу прочесть его прямо сейчас. Вместе с вами это Псалмы, Псалтирь, Псалтирион. 134-й Псалом. 134. И с самого начала почтем. Давайте вместе, друзья. 134-й Псалом. Хвалите имя Господне. Аллилуйя! Читаем молитвенно, поэтому просто благодарим Бога и хвалим Господа. Аллилуйя! Хвалите! 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 О, благостовенное имя Господне! Хвалите имя Господне! Хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа! Аллилуйя! 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 Ибо Господь благ! Пойте имени Его, ибо это сладостно! Ибо Господь избрал себе Якова, Израиля, собственность свою. Я познал, что велик Господь и Бог. Аллилуйя! И Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет. На небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде. Изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта, от человека до скота. Да, Он, Он, Бог наш. Послал знамения и чудеса среди Тебя, Египет, на фараона и на всех рабов Его. О! Аллилуйя! Поразил народы многие и истребил царей сильных. Сигона царя Амарийского и Ога царя Васанского и все царства Хананские. И отдал землю их в наследие. В наследие Израилю, рабу своему. Господи, имя Твое вовек. Господи, память о Тебе в рот и рот. Ибо Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится. Идолы язычников серебро и золото – дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев – благоставите Господа. Дом Ааронов – благоставите Господа. Дом Ливиин – благоставите Господа. Боящиеся Господа – благоставите Господа. Благоставен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя. Благодарим Тебя, Господь Божий всемогущий. Хвалим имя Твое, Господь, ибо оно сладостно. Хвалим имя Твое, ибо Ты благ, ибо вовек милость Твоя, Господь. Слава Тебе. Слава Тебе. Благоставен Ты Господь. И, братья и сестры, вот именно вот это окончание этого псалма, 134-го псалма, знаете ли, вот слова вот эти, 21-м стихом написано, прочтено только что вот. Благоставен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме. Аллилуйя. Так вот, этот стих я обозначил как раз вот на, как заставка этой трансляции, этой сегодняшней, утрешней. И сегодня хочу благоставить Израиля, сегодня хочу благоставить Иерусалим, Иерушалаем, город великого царя. Здесь сказано, живущий в Иерусалиме, аллилуйя, аллилуйя. Иерусалим, единственный город на планете, о котором в Библии говорится, что Господь живет там, он везде присутствует. Мы знаем, что и Мессия сказал, да, на всяком месте будем поклоняться Отцу в духе и в истине. Но именно вот это пребывание, живущий в Иерусалиме, это потрясающе. Не просто поклоняемся мы ему на всяком месте, да, мы поклоняемся на всяком месте, и он вездесущий. О, как в молитве только мы поем, в православной такой старинной молитве. Царю небесный, то есть царь небесный, да. Утешитель, дух истины, ты, что везде пребываешь и все собой наполняешь, сокровищница благ и жизнеподателю. И мы поем дальше, православный обновленцы. Ты пришел и вселился в нас, Аллилуйя, и очистил нас от всякой скверны, и ты спас благой души наши. А потом прийдется, выкупляем. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, хвала тебе. Восхваляем, потому что он достоин похвалы, он достоин всей хвалы, достоин всего словословия нашего. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И он помиловал уже нас. Если в традиции старинной, средневековой, православной традиции, поется много раз «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй». И по 40 раз, и по 50 раз поется подряд. И это основное слово, которое человек, обычный обыватель православный, захожанин, будем так так, прихожанин храма, традиционного православного храма, не реформаторского, а традиционалистского. Выносит из служения Господи помилуй Или подай Господи И у человека чем больше он это повторяет Чем больше он это говорит У него нет понимания что Бог вообще помилует его Знаете ли Это как замкнутый круг Постоянно помилуй, помилуй, помилуй И когда же он помилует А Евангелие в том и заключается Что он уже помиловал Надо это помилование просто принять Просто принять Принимаю твое помилование Принимаю твое помилование, твою милость Принимаю твое прощение Все прощения Бог во Христе примирил с собой Весь мир написано Бог заплатил великой ценой И сейчас Когда человек вам просто говорит Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Прости Конечно это эмоциональная часть Мы живущие во временном измерении И отстранены от Господа Ибо ходим видением Верой, а не видением Если видением, то другое совсем Как наш пращу Радам С Евой Это совсем другая история Сейчас мы Живя в теле Мы устранены от Господа Действительно так получается Хочешь не хочешь И частично это на плоть Плотская молитва Такая будем договорить Плотская молитва Недуховная совершенно Господи помилуй, Господи помилуй Или же из-за невежества Подобное говорится Чаще всего Из-за невежества Из-за незнания того, что Бог уже помиловал нас Из-за того, что Бог уже простил И поэтому Господи помилуй, Господи Помилуй, Господи помилуй И небо уже говорит Да я простил уже Я уже помиловал Давным-давно Две тысячи лет назад На Голговском кресте Просто примите это Но это человеку так Просто трудно принять Проще вот постоянно Вот жить вот в этом Самое истязание Такое религиозное Садомазохизм какой-то Знаете ли Я червь ничего не значащий Тварь дрожащая Тварь дрожащая И человек живет вот в этом Годами порой Религиозно Я знаю, о чем говорю Потому что я сам был Традиционным православным Священнослужителем Я сам служил когда-то На приходе Был простым сельским батюшкой Служил в традиционной Московском патриархате Русской православной церкви Канонической церкви православной Сейчас я вот епископ Не канонической Такой реформаторской Обновленческой православной церкви Вот Слава Богу Но мне до сих пор Бывает страшно вспомнить Из чего я вышел Из чего Бог меня Точнее достал Потому что Сам бы я никогда бы не вышел Не смог бы выйти Потому что это Сила притяжения Религиозного Просто она Очень сильна на самом деле Притяжение религии И упоение религии Оно очень серьезное Религиозное обольщение Самое серьезное обольщение Вот Ни один грех На земле Не сравнится с религиозным грехом Ни один грех Ни одно обольщение Не сравнится с религиозным обольщением Потому что человек живет В таком пространстве Он думает Что значит Вроде как бы Служит даже Богу Понимаете ли А служит своей похоти Служит своему обольщению И долопоклонству Многобожию И прочее В чем я и жил И по милости Господне Спас меня Бог И вот здесь Проживая Вот здесь Возле метро Черниковской Мы на малышке снимали квартиру В 97 году 98 год И знаете ли Уже приехав в Украину То Я во сне Слышал голос Во сне Я видел грязь страшную С которой Бог мне достал И слышал голос Для того Этот голос говорил так Для того Чтобы спасти тебя Прямо во сне Для того Чтобы спасти тебя Мне понадобилось Больше усилий Чем для того Чтобы спасти наркомана Алкоголика Или проститутку Держи то Что ты сейчас имеешь Доражи тем Что ты сейчас имеешь И так было сказано Несколько раз Не один раз Во сне Я слышал это много раз Потому что Это повторялось Одно и то же Одно и то же И я во сне Видел ту грязь Которую он мне достал Я как бы сразу понимал Что это моя грязь В которой я находился Хотя я как Ну да Там во сне Там все сразу понимаешь Когда такой духовный сон Бог показывает что-то И я понимал Что это моя грязь Которую он мне достал И она даже была грязнейшая Чем вот Грязь других людей Там значит Там Ну хрестоматийных грешников Будем так говорить Да значит А религиозных грешников Она грязь еще грязнейшая Оказывается Самые страшные грешники Это мы Священнослужители Я так понял это И что я именно Вот да Последний из последних Потому что Действительно Вот это да Там наркоманы Алкоголики Проститутки Казнограды всякие Коррупционеры И их грехи Как бы да Это значит Они живут В такой грязи Блевотине Все значит Это испражнение Всех этих Но моя грязь Религиозного Этого-то оккультизма Религиозной бесовщины Всевозможные Обольщения Я повторял много раз Господи помилуй Господи помилуй Господи помилуй Годами И чем больше я повторял Тем Таяла всякая надежда На помилование Вообще И действительно Какое-то приходило Такое религиозное Отупение Оболванивание И это страшное очень Состояние Омертвение души Знаете ли Вот и сегодня Я скажу Выход есть Выход есть Это Иисус Христос Спасибо тебе Господь Спасибо тебе За это доброе утро Спасибо твоей милости Обновилось Господь Спасибо И живя во временном пространстве В временном измерении Будучи остранены от Господа Действительно Мы иногда Время от времени И я тоже Вот сейчас Бывает Помилуй Господи Но потом Понимание Он помиловал уже Мне нужно В эту земную реальность В которой я сейчас нахожусь В это временное измерение В это В это пространственное измерение В это в этот физический мир, который реальный мир, но не такой сильно реальный мир, как тот Божий истинный реальный мир. А в этом Божьем истинном реальном мире, в настоящей реальности я прощен. Я прощен. За меня заплачена страшная цена, огромнейшая цена. Цена всех цен. Это просто невероятная цена. Это кровь Иисуса Христа, агнца Божьего. Бог почтил меня таким образом, отдав за меня свою кровушку, свою жизнь за меня положив. Да и кто я такой, если я буду отказываться от этого прощения? Все прощения, милости Господней. И знаете ли, просто пронзила меня вот эта любовь божественная. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Своей искренностью пронзила, своей действительно бескорыстностью. Он во Христе, Бог во Христе примирил с собой весь мир. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенная. Восхваляю имя Твое. Восхваляю имя Твое, Божий Всемогущий. Благодарю тебя за все. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Он простил все, что было, все, что есть, все, что будет. Полностью простил всего человека. Раскрытие темниц произошло. Темницы открылись уже. Аллилуйя. И узники сидят. Узники сидят в этих камерах, думают, что нет, все это актуально, нет, а уже было объявлено. Трубийцы уже везде. Да, амнистия, амнистия, прощение, все, темницы открылись. А люди сидят. И вот выход, выход у нас один, действительно. Иисус Христос. Дверь, отверстие. Дверь, отверстие. Слава тебе, Господь. Благодарю Бога всемогущего. Благодарю Бога всемогущего. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. И что такое причастие, как не праздник свободы? И что такое причастие, Евхаристия, как не действительно радость, мир, любовь? Аллилуйя. Хочу сейчас тоже обозначить. На этой утренней молитве люди подсоединяются, очень разные, конечно, тоже. Я вижу, что даже из этих просмотров, что люди очень разные, действительно, подсоединяются. Верующие, неверующие, по-всякому верующие. И даже вопросы, я думаю, что вопросы попозже сделаю даже такую, как рубрику. Ну, я, вернее, продолжу, продолжу эту рубрику вопрос-ответы. Потому что я уже начинал эту рубрику. И даже сейчас это у нас утренняя молитва. Сейчас обозначу и здесь тоже на странице своей тоже. Слава тебе, Господь. И знаете, друзья, вот тоже вопросы были как раз именно касательно прощения. Я понимаю так, из священнического опыта своего, уже больше 30 лет в миссу служения православного священнослужителя, да, церковного служителя, священнослужителя, больше 30 лет уже, да. Вот, и за это время, за это время, за этих 30 лет, больше уже, я слышал очень многое от разных людей. Потому что в церковь люди приходят с болью часто, с болями такими, болью. И не только физической, даже и даже не сколько физической, сколько такой душенной, духовной болью. Вот, и это так. И принимая исповеди людей, таинство исповеди, да, значит, я за эти 30 лет слышал всякое. И когда мне говорят о грехах, некоторых говорят, вы сейчас удивитесь, наверное, вот, чем я согрешил. Знаете, говорю, извините, но уже за 30 лет я слышал о таких грехах, о которых, ну, даже Голливуд не слышал, знаете ли. И, значит, и о которых, ну, даже, ну, в миру даже и не слышали фактически люди. Вот, за 30 лет я слышал о разных грехах, и удивить меня очень, ну, трудно, наверное. Хотя бывает иногда, даже сейчас иногда бывает удивляешься. Но, в общем-то, трудно удивить. Но я говорю даже самым удивительным грешникам, в таком плохом смысле слова, вот, значит, грешащими самыми такими извращенными, удивительными грехами, вот, значит, я скажу, что для всех есть выход, исход, это Иисус Христос. Самый прекрасный, самый восхитительный, самый удивительный, самый Иисус Христос. Он есть ответ для всех нас. Он взял на себя все грехи наши, взял на себя все грехи нашего мира, все проклятия уроза нашего мира. И ранами Его мы исцелены, ранами Его, ранами Иисуса Христа исцелены, прощены, освобождены. И причастие Евхаристии – это действительно, ну, это таинство веры, это таинство прощения, это таинство неосуждения. Да, если человек, ну, не принимает прощения, конечно, по-прежнему живет вот в этом, «Господи, помилуй», то он как бы снова распинает Сына Божьего. Здесь у меня остатки халы как раз вот. Вот. И я принимаю таинство именно действительно как вот знак моего прощения. Это достойно. Принимать таинство – это хлебопреломление, как именно таинство прощения. Бог во Христе примирил с собой мир. Апостол Павел еще констатировал такой очень печальный факт, который имеет место до сего дня. К сожалению, прошло два тысячелетия, а человек – он такой же человек. И так же трудно нам принять полное прощение Божье. Действительно, исцеление. Порой вот что-то плохое услышишь, запоминаешь, а что-то хорошее – очень трудно. Плохая молва о человеке каком, она быстро распространяется. Хорошие какие-то информации очень трудно распространяются. Ну, это все знают, будем так говорить, да. Бурьян там, сорняк там какой-то. Не надо даже сажать специально на огороде. Просто не сажай ничего доброго. Брось в запустение, оставь, значит, огород. И диву дашься. Буквально выше забора будут бурьяны эти все. То есть сорняки они сами идут. А вот что-то хорошее надо постараться. Плохому человек легко учится. Хорошему очень трудно. Вот. И, знаете, нужно напоминать себе Евангелие. Каждый день проповедовать себе и окружающим. Говорит друг другу слова утешения. Говорит друг другу слова спасения. Что ранами Иисуса Христа полностью прощен человек. Каждый из нас. Принявший прощение, должен укореняться в этом. Я принял прощение от Господа. Я говорю, Господь, спасибо тебе. Я прощен. Он полностью прощен. На все сто процентов. Даже не на девяносто девять и девять десятых. На все сто процентов прощен. О, спасибо тебе, Господь. И Павел констатировал факт, что многие, вот, вроде бы и верующие, и принимают причастие. Но и многие болеют, и немало умирают. Говорит. Он даже, как бы, ну, укоряет этим самым верующих того времени. Я думаю, Павел сегодня еще больше укорял бы, конечно. Еще более, ну, радикально говорил бы, чем даже тогда в Коринф. Вот, писал письмо свое. Вот, потому что сегодня, ну, даже о прощении грехов еще более или менее человек рассуждает. Хотя это тоже очень сложно. Вот, в церквях очень, в основном акцент делается на покаяние. Опять, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не важно, там, у протестантов, католиков или у православных. Это межконфессиональная зараза. Это межконфессиональная проблема. Вот, а межконфессиональное наше решение проблем, это Господь помиловал уже. Господь принял тебя уже. Бог простил. Это таинство прощения, не осуждения. Не в суде осуждения себе, но во оправдание, спасение, исцеление. И, о, спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Ранами Иисуса Христа. Я и ты, каждый человек на этой земле прощен. Просто не все это осознают, не все это принимают, не все с этим соглашаются. Даже на первоначальном этапе принятие жертвы Иисуса Христа, как за себя совершенную, за тебя принесенную, очень сложно. Но это человек совершает, а дальше вот это религиозное всевозможное мракобесие, обучение, оно делает свое очень поганное дело. Человек, он как бы попадает из поломяда в пламя. От медведя попятился, на волка нарвался. Получается, или наоборот. То есть, как бы, получается, значит, попадает в религиозное осуждение, вот, законничество, вот, то, что Богу противно. Вот, а Бог, Он нас спас от этого проклятия закона. Бог нас спас, Он дал нам от благодати. Закон через Моисея, да, пришел, но благодать и истина через Иисуса Христа. Полная это вся истина, полная истина через Иисуса Христа. Прощение, исцеление, благоставение. И не важно, что я ощущаю, не важно, о чем, какие мысли лезут в голову порой. Знаете ли, я знаю, что я прощен, я не осужден, я прощен. Верующий во Христа не судится, но перешел от смерти в жизнь. Верующий во Христа не судится, перешел от смерти в жизнь. Жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. И вот этому доказательство. Тело и кровь Иисуса Христа, 2000 лет назад, принесенная жертва. Спасибо тебе, Господь, спасибо тебе. И соверши Господь Божий хлеб си, честным телом Христа твоего. Аминь. А то, что в чаши сей, честной кровью Христа твоего. Аминь. Предложив это Духом твоим, святым. Аминь. 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 Аллилуйя. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, Благодарю Тебя, Господь, Аллилуйя, спасибо, 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 мои аплодисменты сегодня Тебе, Господь, моя хвала Тебе сегодня, спасибо, спасибо, огромное спасибо, Боже, бесконечное спасибо, благодарность Тебе, Господь, и хвала. Спасибо за прощение, за исцеление Евхаристия Божественная Благодарение, восхваление Иисус, возблагодарив, преломил хлеб Баруха Та, Донай, Лагене, Мелеха Улам Благословен Господь Бог, наш Царь Вселенной Эти слова звучат в начале этих молитв За хлеб, вино и Бог да благословить сегодня всех нас Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме Аллилуйя, Аллилуйя Благослови Господь сегодня Израиля Благослови сегодня Господь Божий всех евреев по всему лицу земли Благослови всю нашу истрадавшуюся планету Благослови сегодня Киев, Украину Божию Храни Господь Украину Благослови Господь сегодня Божий всю нашу истрадавшуюся планету Все страны, континенты, все народы, племена Божий всемогущий Пусть придет это откровение сынов Божьих, потому что это откровение, вся тварь стена этой мучается, ожидает это откровение, что действительно, Боже, Ты простил этот мир. Спасибо тебе, Господь Святой. Аминь, аминь, аминь. Благоставляю всех вас, братья и сестрички, дочечки и сыночки небесного нашего Бога, папочки, любимого нашего, самого прекрасного, самого любимого, самого дорогого, самого красивого, самого умного, самого-самого во всей вселенной. Он создал весь этот мир. Спасибо тебе, Господь, спасибо, спасибо. Благостави, мои братья и сестер, Господь, сейчас всех нас благостави в этом общении, в этом хлебопреломлении. Аллилуйя. Аллилуйя. Сейчас я в завершение спою молитву благословения, благословения священников. Спасибо тебе, Господь. Утренняя молитва. На этой утренней молитве в завершение пою это благословение. Аллилуйя. 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 Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Царь Вселенная. Спасибо тебе, Господь. Благоставляю сейчас свою семью, благоставляю всех братьев, сестер. Сегодняшнее служение. Во многих церквях сегодня воскресенье служение по традиции такой средневековой еще, антисемитской. Ну, какая есть, что есть. Вот я верю, Господь, Он реформацию свою производит уже и произведет еще больше. Слава Богу. Реформация – это покаяние, это исправление церкви, это работа над ошибками. Это действительно вот настоящее покаяние. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Благословен Бог наш отныне и вовек. Аминь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословляю всех вас. Благословляю ваши дома, родных, ближних, вашей церкви, общины, конфессии. Собирайтесь сегодня на служение, тоже молитесь. Я сегодня в гостях буду проповедовать. Значит, здесь, недалеко от Майдана, на заложенности, то есть, ну, это в центре города, прямо на Львовской площади, вспомнил. Львовская площадь, значит, это дом художников называется, центральный дом художников, вот, ну, мой дом тоже, потому что я же тоже художник, поэтому не мой дом. Вот, в 11 часов начало служения, сейчас полседьмого утра, время еще есть, вот, как раз тоже, на молитву, буду молитву продолжать. Ну, а эфир завершаю, вот, такими словами. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя.